Всем привет! Приставочка вот такая вот сегодня нашлась у меня. Я сегодня ревизию делал дома, вот не выкинулся она в итоге. Мне ее подарили сломанную, хотели выкинуть, я говорю пускай будет. Она чинилась один раз в исправном состоянии, поработала немного и в итоге она сломалась и мне сказали, что такую, говорит, найди вторую, починим. Ну вот там стоит в общем процессор. Не, я не знаю для чего он нужен. Compatible with Windows CE. CE это compact, что-то embedded, я с налогом английского. Короче в общем embedded это встроенный какой-то компактный чип сюда для совместимости с Windows, как я понимаю. Кто дракаст так знает, тот может подскажет. Вот четыре игрока могут играть. В общем, что-то там сломалось, не знаю что. Провода все есть, вот этот, а вот тут АВ, кабель на это самое видео и два аудио стерео, который желтый, красный, белый. Есть другой еще сериал на этот самый, выход сериал на антенну, тоже провод. И это самое, есть еще Line-In, это интернет, то есть можно интернетом использовать, но я ни разу не пользовался. Это старые модели вообще, это там какие-то даже посмотрел, там есть какое-то поколение у них, там даже не знаю такого поколения. Вот эта вот приставка, это девяносто девятого года, по-моему, если не ошибаюсь. Вот такие вот игрушки, пытаюсь мы их чинить сами, вот. Это значит Heavy Metal, Geo Matrix, вот там драки. Потом, что еще у нас из игр. Вот интересно. Кстати, вот Resident Evil я в детстве была играю, Resident Evil Code Veronica, она офигенная, на те времена лучшая. Кстати, приставка 128 бит. Вот, это лучше, чем Sony PlayStation 1. Вот такой вот есть конфликт зон. Ну, кстати, это не крутая игра. В общем, все игры, эти самые, у меня не фирма нет, давно нет. Вот сейчас покажу, кто есть. Tokyo Extreme Racer, вот такая вот. Потом 4 Whale Thunder, там на байке гонять. Потом, что еще? F-355 челлендж. Там с Ferrari все связано. Ну, что-то, наверное, N4 Speed немножко похоже. Out Trigger. Не помню, что. Ну, как это бродил, что-то там бродил, по-моему. Не помню. Ну, и Sonic, соответственно. Как же Sega бессонника. Crazy Taxi. Кто помнит такую вот немножко. Rezo. Вот это крутая игра, кстати. Rezo, называется. Там под ритм музыки надо лететь и в такт нажимать кнопочки со всякими стрейфами нажатистики. Стрейф это, кто знает, кто знает, играет стрейфы, это вот эти боковые курсы, ну, влево-вправо. Вот, ну, это далее, скажем. Короче, что, Extreme Sports есть еще. Тут разнообразие. Ну, вот такая шляпная игра, на самом деле. Потом Headhunter, вот. Headhunter хорошая, тоже игра на двух дисках. Там, создаешь миссии какие-то и получаешь квалификацию, чтобы пройти до следующего угла, например. Вот, эмулятор Sega. Кстати говоря, не тормозит. Вот, тормозит Nintendo. Есть эмулятор Super Nintendo. Он тормозит. Вот. Ну, многие дали тоже, как, заиграли. Все эти диски кому-то дали поиграть. Вот, кстати говоря. На счет Super Nintendo тоже заеден уже. Видно. Ну, короче, он там Super Nintendo сказал. Игры-то нормальные, но он, он вообще, он тормозит изначально, просто там не хватает, что-то видно, мощность. Ну, теннис, вот. Это неплохой тоже теннис. Такой-то. Вот. Сирена Вильям. Сирена, кстати, по черепу показывать играла. UEFA Striker. Вот. Русской версии. Такой тоже. Ну, тоже древний, кстати. Потом что-то. Test Drive 6 тоже древний. Зомби-ревенч. Ну, так, неплохо. С пистолетиком. Но пистолетика нету. Потому что, как и так, там все приспособления для Dreamcast дороговато. Вот. Unreal Tournament. Есть. Тоже неплохо, в принципе, но не фанаты Unreal Tournament, как говорят. Quick Free. Ну, тоже графани. Ну, получше, конечно, чем на шляпах всяких там вот этих. Например, 3DO и предыдущей всей консоль. Нормально. Вот. Air Force Delta and Air Asus. Это леталка там. Ну, что-то около этого. G-Log, кто знает, на SEGA была такая. Что-то, помню, такая. Я уже не помню, что давно было. Ну, что-то такое, то получше графика. Вот. SNK vs. Capcom. SNK vs. Capcom. Это Street Fighter. Millionaire Fighting. Вот, 2001 год. Какая-то юбилейная. Ну, там неплохо сделано. Ну, короче, персонажи SNK, которые, вот, этот, Fatal Fury. По-моему, делали как Samurai Sheldon и Versus. Capcom. Это, это, стритфайтеры. Ещё-чё-чё-то там, не помню. World Party. Вормс. Хорошая игруха. Люблю червей. Но графика, как бы, она очень мелковатая, неприятная смотреть. Ну, и вот эта вот ещё хорошая самая из Rally. Очень классная. Убрали. Тест-драйв. Так что, вот такие диски. Вот, Кода Вероника, очень клёвая игра. Вообще, самая даже, наверное, одна из лучших на Dreamcast. Короче говоря, словная приставка. Почему-то не запускается. Экран гаснет. Вот, заставка Dreamcast. Вот, это выпиливается и выключается. Я не буду браться. Здесь можно, в принципе, запчасти. Потому что она такая, увесистая достаточно. И два джойстика есть. Это я так не рекомендую, просто расход. Вот джойстик. Этот китайский джойстик, он без всего. Вот этот второй, который... Это уже, ну, изначально с приставка. Вот. К нему вот это всё отдельно. Ну, кто знает Dreamcast, что это фигня. Этот memory card. Она отдельно, там... Вот в данном случае, по-моему, больше страниц. Если она с экраном здесь, вот экран бывает, встроенная. Кастолическая. Они что-то там, насколько я слышу, можно играть в неё. Там, типа, тамаготчика какого-то. Тетриса. То есть, она вставляется вот это сделано. Либо просто страницы в ней подсвечиваются здесь, которые выбраны. Там, чтобы сейвы искать. Запоминалка. Вот вибратор отдельно тоже встроенный. Вставляется также сзади этого самого слота для него. После вибратор вставляется туда. И он, кстати говоря, лучше, чем у Sony PlayStation, на мой взгляд. Вот эти стрейфы. Ну, они как... Ну, кто как это называет. Очень мягкие и очень нежнейшие. Для ралли очень и вообще классно. Очень удобно играть. Один вот этот вот... Сиська вот эта, я не знаю, как она называется. Другими словами. Пипка. Пипка. Тоже удобная. И, как бы, для ралли она вот тут со стрейфом подходит очень клево. Вместо крестовины. Ну, я просто не отрицаю, как бы, что Sony там по-своему лучше. Но у Sony они уже третью Sony, четвёртый пошли. У них всё равно вот здесь как-то чувствительным. Здесь пружина такая стоит. Здесь плавнее ход к ощущениям, лучше. А здесь на Sony они плоские, как бы она не так. Потом уже, конечно, может быть, покруче сделано. Ну, на тот момент нормально. Единственное, только вот вибратор вот этот, он тоже, кстати говоря, работал очень в свою силу, мощно. И всё, он сдох тоже. Он мигает. Он иногда то бурлит, то не бурлит. Так что, вот, это всё как-то переходная момент всех этих моментов. Момент своих моментов. Всё было для рыбалки, катушка в виде катушки, джойстик. И всё это, кстати, вот это отдельно стоило больше. Вот эти две приспособы стоило больше, чем сам джойстик. Так что, вот, сломанное лежит вроде и выкинуть, жалко. А вроде и хрен очень не делал. Так что, может, починю. Но уже разбирали, и тут уже сломанное тихня. И вот этот приспособлен сбоку тоже, я не знаю, для чего. Выход какой-то линейный. Ничего-то там. Какой-то, я не стал открывать его. А вот открою. Вот такая вот какая-то. Тут, короче, шлейф какой-то. Но это видно компьютеру. Что-то через шлейф какой-то подсоединяется. Extension что-то написано. Куда он приспособлен. Ну, это какой-то видный шлейф. Для усиления графы. Но, кстати, вот я так полагаю, потому что сюда засунули это Windows. CE, который вот я сказал. Compact Embedded. Типо встроенный. То есть он, по ходу, и не потянул, видимо. То есть нагружка большая. Вот мы играли в эту приставку, но бывало, что по 4 по 5 часов. Но не каждый день, но играли в неё долго. Вот она. Которая не перегревалась. Но кулер десная может быть. Кулер здесь. Вот. Маленький стоит. И видно. Не тянул вот это всё. То, что там внутри. Очень тяжелая. Не знаю. Прилично весит. Видно, короче говоря, не соответствовался нагрузке. Поэтому что-то там гикнулся. Ну, посмотрю, если получится. Прочинить. Буду играть в приставку. Так что вот. Потому что продавать тебе смысл нет. Тем более я не рекламировал. И продавать не надо мне. Не нафиг. Вбрасывать жалко. Отдам кому-нибудь. Если так. То есть не починитесь. Может кому пригодится. Вот. Всем пока. Счастливо. Всё. Играйте в игры. Компьютерные. На эмуляторах. И не заморачиваясь. По приставкам. Всё. Есть. Компьютеры. Далее конечно приказ. Это классика жанра. Поэтому на ней конечно интереснее. Будет поиграть в то, что проходимость. Такая бывает. Что играть лучше на натуральном моменте. Чем каждый раз сейвиться. И проходить так вот. Без континуума. Без всяких не получится. Вот. Всё. Пока. Продолжение следует.